а 80 процентов поэтому давайте я вас немножко ознакомлю. С чего мы начнем? Правила, план приема на этот год. В этом году мы набираем на специальность стоматология ортопедическая 75 человек. 5 – это бюджет, 70 – контракт. Специальность – специализация сестра из Каскава. Мы будем набирать 120 человек. Из них 120 – бюджет, 40 человек на базе 11 классов – это учебная форма обучения, из которых 20 – бюджет, 20 – контракт. Фельдшера. База 9 классов – 90 человек. 45 – бюджет, 45 – контракт. База 11 классов – фельдшера. Это военные фельдшера. Здесь 30 – бюджетных нет. Фармацелл. Всего мы набираем только на базе 5 классов – 60 человек. 10 – это бюджет, 50 – контракт. Лабораторная диагностика – 50 человек. 25 – бюджет, 25 – контракт. И акушерство справа. Прием только на базе 11 классов. 30 – бюджет, 30 – контракт. Памяток. Всем хватило. У всех есть информация. Не озвучивать ее или вам? Я не прочитала. Понятно. Да? Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы? Да. Пожалуйста, давайте начнем. Пожалуйста, второй год мы проводим тестирование в зуководическую мову. Диктанты не будут. А химия сдается? Нет. Не будет. Вы можете по-правному, как заседает приемная комиссия, появляется информация на сайте. В конце следующей недели появятся примеры тестовых заданий из украинского мовы. Все в рамках учебной программы, школьной программы. Ничего более. Сумма контракта. Значит, на этот год суммы контракта нет. Я могу вас ориентировать пока пост. Фельдшерское отдело. Фельдшерское отдело. В районе 23 тысяч за год. Оплату можно проводить по семестрам. А меняется в течение обучения? Согласно указу, да, сумма может варьировать в пределах 10% в рамках инфляции. Пожалуйста. Сельхоз. Вы знаете, это вопрос приемной комиссии сельхоза. Можно на второй курс, по-моему. Этот вопрос, я же говорю, вы должны задать приемной комиссии сельхоза. Можно на два? Кому не хватило, я счатываю в конце собрания. Пожалуйста. А еще и все. После какого курса приедем на базу 9 класса? База 9 класса будет сдавать ДПА в форме ЗНО после второго курса, когда пройдет полностью обучение школьной программы. Дело в том, что у нас есть интегрированные предметы, которые студенты учат на втором курсе, и они тоже входят в аттестат. А в третьем? Да, в предметах. Значит, украинская мова, та литература. И, ну, скорее всего, будет сдаять выбор между математикой и историей Украины. Пожалуйста. Пять бюджет, семьдесят контрактов. Еще весело? Пожалуйста. В этом году контракт соединской справы стоит в пределах 23 тысяч. Сумма контракта на следующий год, как правило, устанавливается в мае месяце. Это после 9-го, да, приблизительно? Да. А подача документов? В памятке у вас указано подача документов. Извините, здорово. Подача документов на базе 9-ти классов начинается со 2-го июля. У нас вечерняя форма обучения только на отделении Украинской справы. База 9 классов вас интересует. 45 бюджет, 45 контрактов. 11 классов мы набираем висковых фельдшеров. Только два учебных заведения на всю Украину готовят военных фельдшеров. Это мы и Винницкое медицинское училище. И еще мы будем набирать 30 фельдшеров, и это будет бюджетная форма обучения. Еще раз, если после 9-го не поступаем, после 10-го тоже можно пробовать, да? Можно пробовать, да. Смотрите, мы не знаем, как будут меняться планы в мединституте, но в этом году они берут наших студентов на второй курс. Но вы должны понимать, что это только контрактная форма обучения они берут. Если вы хотите пробовать бюджетную форму обучения, вы должны регистрироваться на ЗНО и участвовать в общем конкурсе. Тогда на первый курс. А если на второй курс? На второй что-то сдаем. Внутренний экзамен у них был. Но опять же, понимаете, это не мы устанавливаем правила. Это правило устанавливает мединаминка в шестерах. А еще во время инсортификации на обучениях фельдшера, это получается, что у них есть фельдшер? Они же и ЗНО. Это база 11 классов. Только ЗНО. Мы принимаем сертификаты с украинской умовой про литературу и биологию. А получается, значит, на фельдшерской, это как-то за девятый класс. Почему? Пожалуйста, фельдшерская, девятый класс, девяносто человек, и одиннадцатый класс. Пожалуйста, девятый класс. У тебя никаких подготовительных? Нет. У нас подготовительных нет. Жаль. Да, крок, да, мы сидим справа. У нас дают все специальные, кроме стоматологии, ортопедической и фармацевтики. Это лицензионный экзамен, который проводит Министерство здравоохранения. Кто из себя представляет кроком? Это тестовые задания 150. Это теоретическая часть государственного экзамена. Потому что государственные экзамены у нас делятся на две части. Теоретическая и практическая. Теоретическая часть – это в виде экзамена крок М. Практическая часть – это сдача практических навыков в учебном переселенном. Если не сдают диплом, мы не выдаем диплом. С тем экзаменом, который не сдают этот экзамен, мы не имеем права выдаем диплом. Но этот студент допускается до сдачи практической части государственного экзамена. И у него есть одна попытка в течение трех лет пересдать этот лицензионный экзамен. То есть это просто программа, это подтверждение того, что ты имеешь право работать по дару специальности. Да. Он никаких привилегий не дает на будущее, да? Нет, в смысле не дает. Вы, если вы не сдадите, он не может все это улучшить диплом. Нет, нет. Фактически это лицензия на право работать. Внимайте, отделы кадров в учебных учреждениях вместе с дипломом должны требовать сертификат и устройство на работу. И даже на контракт. Это уже когда в училищном третьем курсе, в четвертом курсе? В конце это государственные экзамены. В мединституте существует три экзамена кров. Они сдают там после третьего курса. Или два у них, в отличие на минуту. Три, три. Три, да? Третий, четвертый, шестой. И еще интернатура тоже. Тоже кров. То есть это фактически лицензии. Смотрите, дело в том, что я вам сейчас расскажу. У нас есть три специальности. Стоматология, ортопедичная, сестринская справа и фармация. Но сестринская справа, вот эта специальность, подразумевает специализацию. Фактически это медсестринство и имеет три специализации. Ликувальна справа, фельдшер, сестринская справа и опушерская справа. На прямо дню, медсестринская. Дипломы выдаются и на английском языке. Вот с прошлого года мы стали выдавать дипломы, которые имеют два языка. Английский и украинский. И дипломы выглядят немножко не так, как вот в те годы. Раньше это были не пластиковые дипломы, сейчас это диплом бумажный формата А3. И его мы нашим студентам, выпускникам не рекомендуем ламинировать. Для чего? С обратной стороны, этот диплом подразумевает печать. Если ребенок уезжает за границу, то документ должен пройти легализацию. На пластиковых дипломах, пластикового образца нет возможности писать, оставить печать. Эти дипломы позволяют пройти легализацию и получить отметку прямо на дипломе. Наши студенты, наши выпускники очень требуем их за границей. С прошлого года к нам постоянно приходят представители немецких лечебных учреждений, которые согласны наших абитуриентов, студентов, выпускников за свои деньги обучать немецкому языку, лишь бы они работали в Германии. Мы тесно сотрудничаем с польскими учебными заведениями. И также наши дети, находясь на последних курсах обучения у нас, могут обучаться заочно в польском вузе. И по окончании уехать еще туда на год и получить диплом и протестского образца. Можно я ставить притворческий конкурс по стоматологии? Да, стоматология – это специальность, на которой у нас следующие вступительные замены. Это украинская мова, да, рисувань, и липленья – творчий конкурс. То есть по липленью у нас будут курсы организовываться летом. То есть ребенок должен клепить зуб. Или челюсть. Зуб. Как правило, дается два зуба. Вот он простые дети и грецы. А материал еще вам? Пластилин. Да, из пластилина. Из пластилина. Елочки, собачки, котики. Они имеются в экзаменах. Это два зуба. Вот такой великолепный. Понимаете, нет такого понятия «проходной бал». Ну, допустим, средний балл плате статуса. Сколько будет привозить? Нет, подождите, мы не устанавливаем рамки. Вы можете подавать документы. Средним баллом четыре. А какой проходной балл был? Тоже вам, наверное, на программе. Или по четыре? Смотрите. Абитуриент сдает экзамен. Да, у нас два экзамена. К конкурсному конкурсу допускаются абитуриенты, которые получили не менее четырех баллов. Это школьная программа. Школьные четыре. По 12-ти балльной системе. То есть, если ребенок получил две четверки, плюс средний балл свидетельства за школу, и из этого формируется конкурсный балл. И дети выстраиваются в рейтинг. И согласно рейтингу, конкурсному баллу, они зачисляются либо на бюджет они попадают, либо на контракт. Если ребенок получил меньше, чем четыре балла на вступительных экзаменах, он не может участвовать в конкурсе ни на бюджет, ни на контракт. Иногда бывает такое, да, вот ребенок получает двойку, а работодатель говорит, все, мы идем на контракт. Не ниже четырех баллов. А когда вы подаете документы, это не обговаривает сначала на контракт, ты идешь или на бюджет, да? Вы когда подаете документы, вы пишете заявление в бумажном виде и обязательно указываете. Есть такие клиенты, которые не хотят учиться на бюджетной конкурсе, да? Они хотят контракт, и это обязательно оговаривает. То есть, вы указываете, что вы только на бюджет, либо только на контракт, либо будете участвовать в конкурсе и на бюджет, и на контракт. И, пожалуйста, очень обращайте на это внимание, потому что иногда бывает такое, что указывают, что только контракт, да, а потом ребенок получает высокий балл и мог попасть на бюджет, но вы указали только контракт. Акушерское дело, контракт стоит на данный год 22,5 тысячи. Учиться 2 года и 5 месяцев. Вот мы выпустили акушерок, но мы варим. 2,7 января у нас был бы. Какое, например, количество людей на одно место? Есть у кого? Конкурсы? Ну, смотрите, мы считаем конкурс только на бюджетные места. Ну, если всего 5 бюджетных мест. Как вы думаете, конкурс доходил до 20 человек на место, на бюджетные места. На контрактные места мы конкурсы. А в фельдшинге в этом году сколько? А в какой конкурс был? Конкурс был. Ну, я вам могу сказать, крайний балл на фельдшинге отделение, дети, которые попали на бюджет. Это был 21,5 балла. Вот это был нижний порог бюджета на фельдшинге отдела. А не выбор? Нижний. А? Не выбор. Сомневаюсь. Не выбор. Ну, как вам сказать, понимаете, финансовое положение людей, да, очень, ну, разное. Да, и бывает так, что ребенок имеет более высокий балл, да, но родители не в состоянии оплачивать такой контракт, поэтому, естественно, он отказывается, он уходит из рейса и поднимается, ребенок, более низким баллом на ступенечку выше. А на сколько по конкурсу можно подаваться? Мотив. Куда пройдете, куда пройдете? Да, только вы обязательно указываете, какая специальность для вас является приоритетом. Смотрите, а вам и копии, и оригиналы? Смотрите, при подаче документов вы обязаны предоставить оригинал, но оставляете вы у нас копии, и затем следите за рейтингом вашего ребенка на сайте. В прошлом году, конечно, не очень хорошо работала эта система вступенхо, да, но есть система украинская вступенхо, где вы находит наше учебное заведение, и они формируют рейтинг, согласно единой электронной базовой программе. Вы следите за тем, как продвигается ваш ребенок. Рейтинговые списки мы обязательно... Ну, они уходят в СИБО, автоматически они уходят в эту систему вступенхо. Если вы видите, что ваш ребенок попал в рамки бюджета, вы обязаны предоставить оригиналы. Если вы не предоставляете оригиналы в строго указанной сроке, у вас в памятках все четко написано, когда. Вот если вы не предоставите оригинал вот в эти сроки, ваш ребенок автоматически уходит. А при подаче заявления, ну, документов, вы выставляете... А что это здесь? Вот как пункт «Будутковое зарахование на месте за пользу 6-ти тысячных лиц аж до 30-ой серии». Это если, вот смотрите, то, о чем я вам говорила, если ребенок попал в список рекомендованных зарахований на контракт, но не в состоянии оплачивать, он отказывается, да? Соявляется вот это место, да, и тогда. Нет, не отпадает. Нет, не отпадает. Да. Эту форму вам обязаны выдать в школе. Это прививки. Это форма сомневековья. У нас есть право, как у нас было поэтия. Да. У нас есть вот эти сроки, вы сказали, что месяц, правда? Да. Лучше брать... Прямо лучше? Да. Да, только не берите сертификаты. Нам сертификаты не нужны, но нам нужно доверить. Сертификат стоит дорого. Понятно. Но эти все документы уже нужно привозить тогда, когда мы видим, что ребенок нашла чип? Нет. База 9 классов подает документы лично, начиная со второго числа. База 11 классов только в электронной форме. Потому что, чего мы страшно, не в Делгороде надо, где они открыли двери. Они сказали, что если вы у людей в список свою фамилию, только тогда вы же нам приносите комиссию, фотокарточки и все остальное. А пока мы это не принимаем. Нет. И они сказали, что даже документы не будут принимать, если у ребенка нет среднего балла по школе, вот здесь не будет. Мы такие ограничения не искали. Пожалуйста, приходите. Скажите, вы говорили про 1 балл, 21 с половиной. Это вы считаете 2 экзамена и... Средний балл, свидетельство. Это вы в школу обращаетесь. В школу, да? В Вьетнам. В принципе, прививок, что-то школа должна дать. Или это можно поместить в жительство от... Но вообще, что это... Обратитесь к вашим участковым и участкам. Есть категория подозрольных зарплаты? Что? Есть категория подозрольных зарплаты? Есть категория, это не снивератый. Но это не значит, что нет конкурса. У нас конкурс между семерцами. Инвалидные... В прошлого года инвалидные... В семье, да? Вы приходите с документами, с оригиналами и копиями. Оригиналы просто показываете, да? Копия, да? Вы подаете заяву в электронную форму, а потом уже, если вы... Как вы были с учебным зрением, вот у нас к нам оригиналу. А ребенка, у ребенка должны быть... Мы же делаем. Да. Как это называется? Как это называется? А почему это? Обосарай перейти. Обосарай. Почему у вас нет? Обосарай. Как вы принимаете... Только у меня... Обосарай. И его, на самом деле, будет работать с нас. С нас? Да. Обосарай. Обосарай. Корпус на садовое, это тренесерный корпус для фармацевцев и лакарантов. Санатологи обучают санатологи. Есть такие дисциплины, да? Да, дети переходят, есть лаборатории, они находятся только в шрам, в шинах. Но это здесь рядом. Общежитие для иногородных? Есть. Находятся на улице радостные. Замечательные условия. Ну, как бы, мы близко, но есть маршрут автобуса, который выходит. И здесь, и прямо остановка на раках. А стипендия у детей есть? Стипендия у детей есть. В этом году, согласно положению, стипендию получают 45% от бюджета. Но если раньше рейтинг считался в рамках одной группы, то теперь рейтинг считается на курсе. Вот здесь на курсе три группы бюджетные, да? Все бюджетники собираются. Это не мы, это не мы. Это очень хорошо. У тех, кто учится только на 5 или? Нет, нет, нет. Понимаете, там идет формула, по которой высчитывается. Раньше можно было так, без дрон, да, средний вал 4, ты получаешь стипендию. Сейчас высчитывается, то есть успеваемость, это 90% стипендию. 10% это нагрузка. Смотрите, у нас есть старосты, у нас есть пудрада, у нас есть дети, которые защищают честь нашего учебного заведения на конкурсах. И этих детей надо поощрять. Но это все очень прозрачно, никаких вопросов не возникает. Каждая, допустим, нагрузка, да, это определенный балл, который плюсуется к рейтинговому баллу, то есть к баллу успеваемости. И вопросов у нас у детей не возникает, потому что ученка знает, кто за что получает стипендию. Сумность стипендии, я вам скажу, академическая стипендия 980 гривен, сироты и специально защищенная категория. Сирота у нас получает где-то около 2000 гривен. Инвалиды, независимо от того, как они учатся, получают 750 гривен. Дети участников АТО тоже получают стипендии, независимо от того, как они учатся. Но, смотрите, на первом курсе стипендию платят согласно рейтингу 45% за баллом при поступлении. А можно вопрос, если я учусь на бюджете, есть определенные баллы, которые тебя учатся? Если ты не успеваешь с учебным планом, то есть ты не сдаешь вовремя, ты получаешь двойки, либо ты прогуливаешь, тогда мы отчисляем. Если освобождается бюджетное место, тогда на это место претендует ребенок, который очень хорошо занимается, либо по сложившимся ситуациям он остался, или сиротой, да, то есть по материальному состоянию. Да, вот мы сейчас перевозили девочку с контрактной формой обучения на бюджет, вот она стала пробовать сиротой. Мы просили, чтобы ребенку выделили предмет на бюджете, вот со второго семестра, она была в среднем числе на бюджете, чтобы я посетила на контракт. То есть если ребенок сдает наточки на бюджете, повышенная стипендия, это, естественно, 5-0, да, средний балл, повышенная стипендия, это еще 10 рублей. Система у нас на пустынке. Здесь у нас система стипендия. Нет, только липлый мел. На наш сайт. Но только по украинскому, по биологии нет. Ну, вот в течение недели, как только будет заседать приемная комиссия, когда будут утверждены все образцы, а также вся информация на сайте. Обязательно. Кому не хочется, я сейчас. Не надо тоже посетить. Нет, нет. Все. Это вот курсинов. Кимии нигде не будет у нас диалоги. Если по контракту можно частями, первой полгода. Смотрите, если вы поступаете на контрактную форму обучения, вы должны выполнить условия приема. Вы должны оплатить первый сумм. Со второго семестра вы можете прийти, написать заявление, что здесь тяжелое материальное положение. Мы просим разбить нам контракт. И вам эту сумму разбивают. Можно сразу? Если по каким-то причинам ребенок будет отчислен, то высчитывается разница и часть денег возвращается. Понимаешь? Курсов не будет. А у вас есть какие-то, кстати, лепература, которые можно назвать? Все в рамках школьной программы. У меня учили по биологии. Какой-то на столовой. Начинаем с базовой. Начинаем с базовой. Начинаем с базовой. Да, сейчас он замыкнул. Не хочешь заехать? Не хочешь заехать? Сейчас могу его раз. Давайте окружать. Что? Лишь и крыша. На сайте там будет. Да, будет будет. Скажите, пожалуйста, 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 пожалуйста. Давайте я озвучу какие-то документы, да? Если вы хотите, нормально. По-русски. Хорошо. База 9 классов. Вы предоставляете свидетельство об окончании 9 классов и додатка к нему. Обращаю ваше внимание, чтобы, не дай бог, у вас не было сюрпризов. Когда вы в школе получите на руки эти документы, будьте добры, внимательно, сведьте каждую букву. Машины ошибаются, а люди ошибаются, и тем более могут допустить вам ошибку, что вы будете в паспорте написанной с буквой И, да? А в свидетельстве вам поставят другую букву. Мы не примем эти документы. Поэтому, когда вам будут выдавать документы на руки, будьте добры, сведьте их. Хорошо? Обращаю ваше внимание, дети, которым исполнится 14 лет до 1 мая 2018 года, должны прийти с ID-картой и вытягом. Мы не будем брать, обязательно, потому что в этой ID-карте нет никакой информации. Вся информация, обязательно, делайте ксеросы. Наши отдел кадров просят, чтобы у каждого копии, каждого документа было 3. Потому что, когда ребенок поступает, мы отдаем эти документы отделению, фельдшеру, обязательно, потому что наши дети всегда проходят медицинские комиссии. Потому что они идут на практике в учебное учреждение, поэтому обязательно надо пройти мед. Итак. Да, еще обратите внимание, свидетельство и задаток, да? Чтобы номер на свидетельство совпадал с номером на задаток. Итак, паспорт, либо свидетельство о рождении, если вам не будет еще 14 лет на 1 мая. Идентификационный код. Деньковые обликовые документы, это касается базы 11 класса. Если мальчику исполнилось 16 лет, вы обязаны принести для 15 детей. Деньковые обликовые документы, если ребенок является инвалидом, вы тоже приносите, потому что есть ограничения на некоторые специальности. Обязательно их надо принести. Если не круглые сирота, папы только нет. А вы документы видите, потому что он отъявляетесь сиротой. Ну, принесите, принесите, кремную комиссию посмотрите. Еще? Нет, я вам не скажу. Посмотрите, вы когда будете делать милиционские документы, пусть отцелительный доска там укажет вводник, а пишет вам о страху. Они пишут, вы же не указываете на сайте, какая должна быть минимальная строка. Вот мы были, взяли справку, а раньше говорили, я же не знаю, подходит вам вводник или вводник. Она не имеет права. Да. Такое gli окажут, zoo, пилот. Вот давайте пишем. Вот ссылка, если вы знаете... Не знаю. Вопросы, они говорят, что с ним получили дать. Отраты вы등и задÁ. Нет, в bottles. Нет, нет, нет. Вопросы, además fundа. Нет, нет, нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...